Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Огромное спасибо, что заглянули. И, наконец-то, мы с вами будем кушать этот прекрасный букет из клубники в шоколад. Здесь такой аромат стоит. Это просто нечто. Я еле держусь. Точнее, продержаться не получилось. И мы с мамой 4 штуки съели. Так что, вот так. Вы тоже не забывайте подписываться. Наверняка уже в инстаграме видели этот букет. Я даже не знаю, как мне его кушать, чтобы и вам было видно, и мне было удобно. Давайте начнем отсюда. Клубника зимой. Это особо вкусно. Причем она такая крупная. Шоколад здесь очень хороший. Чай уронила. Эту красоту мне подарил мой молодой человек. Просто так, без повода, хотел сделать приятным. И ему это удалось. Я была в шоке. Цветы завянут. А клубнику что можно сделать? Конечно же съесть. Здесь, кстати, написано Айнур. Знаете, как получилось? Давайте немножко предысторию вам расскажу. В общем, мы собирались четвером пойти на завтрак. Я, получается, моя подружка, которая непосредственно нас познакомила с молодым человеком. Ее муж и мы утром должны пойти на завтрак. Причем идея была моя. Я давно уже хотела пойти на завтрак. На заведениях такие крутые завтраки организовывают, что это нечто. Мы договорились. Вечером выбрали место. Были дебаты насчет этого, куда пойти, как пойти. Я предлагала куда-то поближе к нашему дому пойти. Они хотели в центре. В общем, выбрали заведение. На завтрак, понятное дело, нужно идти утром. То есть, если ты придешь в пять, ты уже не можешь заказать завтрак. Во всех заведениях так. Еще плюс, это был понедельник. Мой парень и ее муж должен был пойти еще после завтрака на работу. Поэтому нам надо было пойти на завтрак очень рано, чтобы успеть покушать, успеть немножко посидеть. И мы договорились в 9-10 пойти. Выбрали заведение. И я вот ложусь спать, я никак не могу уснуть. Я вот пытаюсь уснуть вовсю, но у меня никак это не получается. Как бы я ни старалась, не получается уснуть. Уже время 4-5. Я пишу своей подруге, я говорю, ты спишь, а Касан тоже не спит. Она говорит, я тоже не сплю, но я встану. Я говорю, как ты встанешь? В общем, в конце все легли спать. И все встали, кроме меня. И в общем, мой парень хотел подарить мне этот букет после завтрака. То есть, мы бы позавтракали, потом он мне подарил бы этот букет, и я бы пошла домой. План был таков. Но так как я проспала, понятное дело, все планы пошли наискосок. Вот. Вы не представляете, как это вкусно. здесь еще мое имя. Айнур. Буковки здесь разные. Правда, шоколад немножко сыпется. Возможно, в сезон было бы не настолько вкусно, какой мы еще с вами не пробовали. Давайте вот этот с орешками. Орешки отводились. Как же круто иметь человека, который не в зависимости от этого праздник, не праздник, там, не знаю. Поссорились вы, не поссорились. Вы обычный просто будничный день хочет просто вас обрадовать. Я не знаю, как у вас, у меня никогда в жизни такого не было. Я настолько сейчас счастлива в отношениях. Я настолько нашла то, что я искала. Я вот желаю каждой девушке, которая сейчас одинока, найти человека, который ее будет ценить, уважать, любить. ой, ой. Я не могу просто разобрать. а еще я последнее время все больше и больше хочу дом. Частный дом, большой, купить участок, построить частный дом, сделать там, знаете, отдельную комнату под гардероб. И еще вот это желание у меня с каждым днем, оно увеличивается. Потому что вот сегодня утром у меня написала квартира съемочи, и она говорит, у меня на балконе тут капает вода. непонятно делает не ее вина, а сосед сверху, у него, наверное, там комби взорвался или что-то произошло. Я вот с каждым днем все больше и больше мечтаю о доме с большим участком, пусть это будет не очень прям близко к городу. Но я вот, не знаю, вот прям вдохновилась, вдохновилась. Меня один человек очень вдохновил. Пока что не могу сказать, кто. Один из моих близких людей купил участок. Когда он построит дом, я вам обязательно покажу этот дом. Он мне обещал там поставить гамак. Его жена обещала мне приносить чай горячий, когда я буду лежать на этом гамайке. Я уже мысленно почти там. Я думаю, где-то за год он все построит. и на следующий год мы поедем с вами туда. я так радовалась его покупке. У меня сразу первый в голове гамак. я буду лежать там на гамайке. Причем он взял большой участок. Ну, в общем, я тоже захотела частный дом. У нас в городе, ну как, внутри города. Я была в шоке, сколько стоит земля в городе. Ну, как в городе, не прямо в центре города, понятное дело, там частного сектора вообще нет. но недалеко, так скажем. Цена 40 тысяч долларов за одну сотку. А мне для счастья нужно 5 соток. Это пол жизни пахать на эту красоту. Сказать честно, вот так вот кушать немножко неудобно. Но мне просто хотелось продемонстрировать вам эту красоту. поэтому вот у меня есть однокомнатная квартира, которая сдается. Кто бы что ни говорил, для меня честно, это очень-очень мало пространства. У меня столько хлама, у меня столько одежды, столько всего. Я не знаю, мне минимум нужна трехкомнатная квартира, чтобы жить спокойно. А если сравнивать цену трехкомнатной квартиры, можно за эту цену построить такой шикарный дом, просто не считая землю. То есть земля, она действительно дорогая, но смотря хотя, где ты купишь. Можно не так близко к городу купить, но земли побольше хочется все-таки. В дальнейшем, может быть, там бассейн захочешь построить и так далее. Сейчас погода улучшится, я буду ходить, смотреть варианты. Я люблю, ИНТО. КОНЕЦ Так круто все упаковали внутри, но единственное, что шоколад он сыпется во время того, как вы кушаете Я уже буду закругляться, огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца В таком положении, честно, кушать не очень удобно Я его поставлю перед собой и растерзаю этот букет без вас Продолжение следует...